Ученые из разных регионов страны и ближнего зарубежья приехали в Нижневартовск. Они обсуждают широкий спектр вопросов от почвоведения до экологии. Одной из ключевых тем стало изменение русла реки. Ученые посетили научный стационар в деревне Вата, где студенты и преподаватели уже несколько лет изучают вопросы берегоукрепления протоки Старица. Подробности у Елены Составовой. Эрозионные изменения – проблема актуальна для нашего региона. Большинство населенных пунктов Югры расположено у водоемов. Отыскать наиболее опасные места, где нужно провести берегоукрепительные работы – главная задача геоэкологов. Научный стационар Нижневартовского государственного университета появился в деревне Вата четыре года назад. Угруза затопления населенного пункта возникает каждую весну. Как изменилось направление старого русла Аби, отсюда и название протоки Старица, хорошо видно на снимках из космоса. Здесь лив воды идет сюда и при большей воде… А здесь вот когда я прорвал? Вот я сказал, что это примерно в средине прошлого столетия. Нижневартовские геоэкологи предлагают несколько путей решения возникшей проблемы. Это и высадка различных растений на берегах протоки, и даже перераспределение воды в русле. Главное на сегодняшний день – держать ситуацию под контролем. Да, у нас есть данные. Метр, два разрушения, 17 метров в пределах Нижневартовского района сейчас есть данные по размыву. Но для этой территории все равно нужно, во-первых, мониторить этот процесс, смотреть и действовать. В конференции приняли участие 35 человек из 10 крупнейших вузов. Ученые не случайно заинтересовались именно этим местом. Данная конференция посвящена проблемам, связанным с русловыми процессами рек. Изучая этот вопрос, они не раз бывали в экспедициях на территории Югры. Руслы реки огромные. Опят – одна из величайших рек в России. Это в первую очередь, а и в мире в том числе. Русло очень неустойчивое. Оно постоянно переформировывается, размывает берега. Во время половодия здесь огромнейшие разливы. Мы в этом году работали, я говорю, только самые высокие части суши, поймы вокруг реки, поднимались на 5-10 сантиметров над водой. Гости не только изучили берега протоки, но и ознакомились с историей возникновения деревни, которая насчитывает около 200 лет. Пользуясь случаем, ученые побывали в Краеведческом музее, где узнали, что вата в переводе с хантыйского языка означает «ветер». К сожалению, он тоже причастен к размыву берегов Старицы, поскольку поднимает волны, которые способствуют так называемой боковой эрозии. Ученые решили разработать проект, который поможет остановить этот процесс. Елена Составова, Рамиль Хайрулин, телерадио «Компания Югра», Нижневартовский район.